Привет! Сегодня вторая часть видео по спектрам из патча 3.17. Это новые виды монстров, добавленные во второй акт. Ранее их пассов в XL не было, интересно узнать, как они себя чувствуют в виде наших приспешников и какими способностями обладают. В первой части мы рассматривали Оз, Сприганов и Топчунов. Сегодня взглянем на отряды монстров из армии Ваал. Наибольшее внимание во втором акте было уделено локации руины Ваал, было добавлено целых 4 типа противников из общей группы неупокоенных. Давайте начнем с самых простеньких, это неупокоенные стражники Ваал. Они представляют собой обычных бойцов ближнего боя с огромной двуручной кочергой, выглядит внушительно, но на практике помимо обычной автоатаки у них есть только клиф с кулдауном 6 секунд. То есть раз в 6 секунд они наносят рассекающий удар в области, который конечно же можно усилить мультистрайком, затем просто бьют милишной автоатакой. Помимо того, что клиф бьет в области, он еще наносит на 50% больше урона от ударов, это конечно неплохо. Сначала я пробовал ставить помимо града ударов еще и камень поддержки распыления, но кулдаун 6 секунд все-таки слишком много, большую часть времени стражники просто бьют тычками, которые можно при желании усилить милисплэшем, но как вы понимаете такой концепт призраков не жизнеспособен. Обычные зомби с их периодическим ударом в области будут предпочтительнее, увы, кроме грозного внешнего вида неупокоенные стражники Ваал не обладают интересными фишками. Вот с неупокоенными лучниками Ваал настоящая загадка. На ПДБ сказано, что у них есть умение электризующая стрела и вообще связаны они с молнией, но в игре все наоборот, они явно используют взрывную стрелу в качестве основного умения. По сути, рядом с вами бегают передвижные турели, стреляющие взрывной стрелой, стрелы втыкаются в стены и туши противников и через некоторое время детонируют, нанося урон в области. Как и в случае с обычной взрывной стрелой, стрелы стакаются и при достижении максимума взрываются, нанося увеличенный урон от удара и от поджога. Вырисовывается архетип некроманта со спектрами через поджог, то есть наша задача здесь будет сделать так, чтобы приспешники могли поджигать цели со стопроцентным шансом. Также нам нужно разогнать постепенный урон через ауру злорадства, самоцвет взгляд аманаму, камни поддержки на постепенный урон огнем и любые другие источники увеличения постепенного урона приспешниками, ну и в связку однозначно камень распространения поджога. Я уже пробежал несколько карт для тестов, связки на хит-дэмэдж, вот основные ринки, которые я тут использовал, творение призрака, урон приспешников, усилитель, множество дополнительных снарядов, воспламенение, урон от стихии атаками. Думаю, что если играть через поджог, то здесь напрашивается замена усилителя на камень поддержки урон от горения, а множество дополнительных снарядов или урон приспешников можно будет заменить на распространение поджога. Преимуществом спектров, в отличие от тотемов, будет являться то, что их можно усилить умением пламенная связь, она дает просто нереальное количество добавленного урона огнем, на 20 уровне камня около 500 единиц плоского урона. Не забудьте только мастерство защиты приспешников прокачать для того, чтобы была возможность кидать линки в ваших миньонов. В общем, однозначные выводы тут делать рано, чтобы сделать версию через поджог, нужно потратить достаточно времени и ресурсов. Если вы попробуете это реализовать, пишите потом, что получилось в комментариях. Следующий отряд армии Ваал у нас на рассмотрении, это неупокоенные повелеватели Ваал, еще одни милишники, помимо автоатаки обладают встроенным тяжелым ударом с двухсекундной перезарядкой. После тестов я могу сказать, что они однозначно лучше стражников, у них выше базовая скорость атаки, хэви страйк с конвертом в огонь наносит достаточно внушительный урон, а в зачистке они тоже пободрее. Главный минус, как и у любых спектров милишников, это невозможность быстро сократить расстояние до цели и придется постоянно пользоваться сбором. Я их тестировал в сяске камней, сотворение призрака, урон приспешников, град ударов, раскатистый удар, урон от стихии атаками и усилитель. Флэшат они достаточно бодро, но такой геймплей мало чем отличается от зомби-майнсера, а зомби все-таки обладают большим ауе, да и собрать большое их количество проще, нежели спектров. Частично проблемы с мобильностью можно решить, используя еще одних ваал, неупокоенных танцующих саблями. Это быстрые бойцы с дуалами, обладающие встроенным лип-слэмом, что-то наподобие прыжка трупного голема, правда с 7-секундной перезарядкой. Очень быстро бьют, я их тестировал с теми же камнями, что и предыдущих спектров, но думаю оптимальнее им играть через физический урон и прокол, уж больно хороша их базовая скорость атаки. Быстро носятся, сплэшат, в принципе неплохо, но големансер на трупных големах скорее всего вновь будет предпочтительнее, этим парням не хватает какой-то дополнительной обилки для быстрого выноса мелочи. Но опять же, с импейлом я их не тестировал, я думаю что-то можно собрать в принципе если есть желание. Ну что, выводы вполне очевидны, из всех монстров ваал наибольший интерес представляют лучники, взрывная стрела достаточно интересные скиллы, здесь много возможностей для того, чтобы попробовать различные комбинации предметов и камней, рассказывайте если что-то получится сделать. Спасибо за просмотр этого видео, с вами был Карзев, увидимся на трансляциях, пока. Субтитры сделал DimaTorzok